Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События». Главное за неделю расскажут наши журналисты и я, Андрей Горгуленко. Коротко о некоторых темах. Запрет массовых мероприятий, санитарная обработка торговых центров. В Самаре приняты беспрецедентные меры по профилактике коронавируса, гриппа и ОРВИ. Миллион цветов украсят улицы Самары в этом году. Бегонии, петунии, тагетисы и герань начнут высаживать на городских клумбах после 20 апреля. В Самарском зоопарке поселились ушастые фазаны. Зачем птицам очки в нашем сюжете? В Самарской области введен режим повышенной готовности. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Дмитрий Азаров. На этой неделе у жителей области диагностировали коронавирус. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Заболевшие находятся в инфекционных боксах. Их состояние удовлетворительное. Люди, которые контактировали с ними, также изолированы и наблюдаются специалистами. Подписано постановление, которое определяет особый режим проведения публичных мероприятий, особый режим контроля за здоровьем, особый режим деятельности наших учреждений здравоохранения. В первую очередь я хотел бы призвать вас к здравому смыслу и к бережному отношению к собственному здоровью. В первую очередь нужно позаботиться о своем здоровье. При малейшем случае недомогания обратиться к врачу. Самарские больницы и медперсонал готовы оказывать помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. В медицинских организациях развернуты более 250 боксов и полубоксов, условия содержания которых соответствуют необходимым требованиям. В медучреждениях региона есть свыше 1300 аппаратов искусственной вентиляции легких. Это достаточное количество. Есть и аппарат высокотехнологичной помощи ЭКМА. Усилены бригады медиков, которые посещают больных на дому. Организовано патронирование пожилых людей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. Они взяты на динамическое наблюдение. В том числе и для информирования о мерах профилактики ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции. В Самарской области на борьбу с вирусом выделены 55 миллионов рублей. Из них 35 миллионов из регионального бюджета и 20 миллионов из федерального. Деньги направят на закупку дополнительного медицинского оборудования. В Самару привезли тест-системы, с помощью которых можно будет проверить у себя наличие коронавируса. Их распределят по областным больницам. Об этом рассказала глава регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова. Тесты получат те больницы, которые могут проводить диагностику методом цепной реакции, как, к примеру, больница Пирогова. Для сдачи теста необходимо направление врача. Также в регионе работает горячая линия по коронавирусу. На нее обязаны позвонить все, кто вернулся из-за границы, с районов, неблагополучных по вирусу. Если же вы почувствовали симптомы, необходимо обратиться к врачу и вызвать его на дом. Номера телефонов вы видите на экране. Со среды в Самарской области для посещения закрыты все музеи, концертные залы, театры и даже зоопарк. Такой приказ издало региональное министерство культуры вслед за своими федеральными коллегами. Однако музеи не прекращают свою работу, а лишь переходят на дистанционный формат. Областной художественный музей, например, запускает новый виртуальный проект. Каждый день сотрудники рассказывают о картинах из своего уникального музейного фонда. Все мы иногда болеем, к сожалению, музей некоторое время будет закрыт, но это не значит, что мы не будем работать. Мы для вас в соцсетях подготовили интереснейшие программы. Это будут и экскурсии, и рассказы о нашей коллекции, и очень-очень интересные факты о многих наших предметах. Так что мы с вами не прощаемся и ждем вас в наш виртуальный музей. Без паники, еды хватит всем. На фоне новостей о новом вирусе, самарцы активно запасаются продуктами и предметами первой необходимости. С начала недели резко возрос спрос на крупы, сахар, соль и бытовую химию. Насколько оправданы такие меры, разбиралась Лариса Шалафаст. Тревожные вести о распространении нового вируса вгоняют некоторых самарцев в панику. Люди решили, суровое время приходит, и начали стремительно скупать крупы, консервы, сахар и мясо. Смотрите, все вообще смелее. Курица, индейка, ничего нет. Я просто видела этот случай, когда сегодня затаривалась бабушка, ну, в связи с их возрастом. Ну, и вот у меня сестра тоже затаривается. Она достаточно молодая девушка, но она паникует. Ну, сейчас зашла в магазин, действительно, в ближайшей пятерке, вроде гречки нет. Если от коронавируса умрешь, зачем запасы нужны? Нет, девушка, нет. Все будет хорошо. Резко опустили полки с мылом, дезинфицирующими средствами и туалетной бумагой. Самарцы активно пользовались мылом и туалетной бумагой еще до того, как это стало трендом. Но даже для тех, кто открыл эти удивительные вещи только сейчас, их точно хватит. На складах крупнейших торговых сетей товаров в изобилии. По заверению представителей магазинов, никаких перебоев с поставками не предвидится. Предпосылок к дефициту в городе нет. Говорят, еды и туалетной бумаги хватит на всех. У нас достаточно товара для того, чтобы обеспечить магазины продукцией. И мы увеличиваем запас на случай дальнейшего увеличения спроса. Мы можем товаром, который находится на хранении, мы можем обеспечивать магазины города несколько недель. Не стоит переживать и по поводу медицинских масок. Министерство здравоохранения Самарской области обратилось к жителям с официальным заявлением и заверило. Российские производители масок уже работают в режиме 24 на 7, производя по полтора миллиона штук в сутки. В ближайшее время ими обеспечат все аптеки. Также в ведомстве напомнили, что медицинская маска нужна уже заболевшим людям, чтобы не заражать других. Лариса Шлафаст, Николай Сидоров, События. Наличие продуктов в самарских магазинах проверил и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона отправился на контрольную закупку крупами и средствами личной гигиены. Об итогах визита расскажет Лариса Шлафаст. Сахар, мука, поставки. Есть все в наличии? Да, пожалуйста. Действительно ли в продуктовых магазинах региона дефицит? Губернатор Дмитрий Азаров проверяет, хватит ли продуктов. Директор магазина рассказывает, поставки идут без сбоев. Бытовой химии, консервов и круп достаточно. Поставка была сегодня. Была с утра. И гречка была с утра, она закончилась. Мы еще раз сегодня приедем. Ну вот сколько был перерыв, когда вот эти полки были пустые? Ну, часа два. Часа два. Часа два. После проверки Дмитрий Азаров обратился к жителям в своем инстаграм-аккаунте с просьбой не поддаваться панике и не создавать искусственный ажиотаж. В регионе достаточный запас товаров всех категорий. Лариса Шлафаст, события. Особое внимание в городе уделяют санитарной обработке общественного транспорта. Ежедневно на городские линии выходят 300 трамваев и 120 троллейбусов. Во время месячника по благоустройству уборку в салонах проводят дважды в день, а также их дезинфицируют. Глава города Елена Лапушкина проверила, как наводят чистоту и порядок вместе с ней на ревизию. Отправилась Мария Левина. Около 450 трамваев и троллейбусов выходят на городские линии ежедневно. Важно, чтобы в салонах было чисто и аккуратно, говорит Елена Абасова, которая сама ежедневно пользуется общественным транспортом. А в рабочее время наводят порядок в трамваях. Намного хорошо, когда ты заходишь, все везде чисто. Если ты руку положишь на подлокотник, то у тебя кузка грязная не будет. И тумбы, они тоже чистые. Вагон сразу видно, только за вагоном смотрят и его не запускают. Уборка проходит дважды в день. Здесь моют полы, окна, поручни и спинки сидений. Не пропускают ни одну поверхность, с которой контактирует пассажир. После влажной уборки вагоны обрабатывают дезинфицирующим средством. Раствор это специальный. На него определенно на территории Российской Федерации получен сертификат. И он специально предназначен для уничтожения всех микробов. Дополнительно со всей ситуацией, которая происходит в стране, я имею в виду вирусной, мы усилили меры. Проверить, как проходит уборка и дезинфекция, приехала глава города Елена Лапушкина. Час сорок пять. У вас уже прям все выверено по времени. Молодцы. А вы одна работаете в трамвае? Нет, вот в трамвае. Вдвоем у вас сходит час сорок пять на один трамвай. В данной ситуации, конечно, он должен не просто мыться, он должен действительно проходить процедуру дезинфекции. Я сегодня сама приехала убедиться, что у нас хватает запасов дезинфицирующих средств. То, что у нас это тщательно делается. Безусловно, это важно, потому что люди, заходя в общественный транспорт, соприкасаются и с ручками, и с поручнями, и садятся. И хочется, чтобы они чувствовали себя максимально безопасно. На предприятиях проводится проветривание и дезинфекция помещений. В городской администрации создали оперативный штаб по новому коронавирусу, в который вошли руководители всех структур Самары. Работают телефоны горячей линии. Мария Левина, Николай Епифанов. События. Мыть не только руки, но и помещения. В сезон вспышек респираторных вирусов в Самаре управляющие компании тщательнее стали убирать подъезды. Влажная уборка теперь ежедневная с дезинфицирующим средством. Мария Левина узнала, как наводит порядок в крутых ключах. Сезон респираторно-вирусных инфекций, влажная уборка в квартирах, офисах и даже подъездах. Процедура обязательная. Елена Маркелова живет в крутых ключах вместе с ребенком-осматиком. Для нее чистота жизненно необходима. Помимо ежедневной уборки у себя дома, она наводит порядок еще в трех домах микрорайона. В основном, представляете, ребенок спускается по лестнице. Он маленький, года два-три. Он цепляется, естественно, за поручни. Это все остается у них на руках. Некоторые жильцы заводят домашних животных, питомцев, собак. Это тоже еще добавочно как бы паразиты те же самые. Естественно, влажная уборка обязательная. Управляющая компания в крутых ключах обслуживает больше трехсот домов. Это свыше ста тысяч человек. За каждыми тремя домами закреплен ответственный человек, который проверяет, чтобы уборка проходила ежедневно и качественно. В период, когда вокруг много вирусов, жители могут обратиться в свою коммунальную организацию дистанционно, используя сайт из социальной сети. Изменен график работы с влажной уборкой, которая производится два раза в месяц. То есть она теперь проводится еженедельно и ежедневно обеспечивает санитарную обработку всех поверхностей, с которыми жители наши сталкиваются. Это перила, это ручки дверей, ну, специальными дезинфицирующими средствами. Специалисты уверяют, что при введении здорового образа жизни и частой уборке шанс заболеть минимальный. Наводить порядок, а именно проводить влажную уборку, необходимо каждый день. Но самое важное – это проветривание помещений. Его нужно делать ежечасно. По возможности ограничить общение с заболевшим человеком, в общественном транспорте носить маски, не вступать в разговоры, а по прибытии на место умываться и мыть руки с мылом. Маска помогает. Поскольку маска является барьером для органов дыхания, то есть мы дышим воздухом, то маска помогает. Особенно масочный режим вводится в местах массового посещения людей. Сегодня сложно найти медицинскую маску на прилавках. Из-за огромного спроса их раскупают мгновенно. Но ее можно сделать своими руками. Для этого достаточно сложить бинт в четыре слоя. Как повязку, так и маску необходимо менять каждые два часа. Напомним, в Самарской области и Министерством здравоохранения организована горячая линия для тех, кто заподозрил у себя симптомы инфекции. Мария Левина, Николай Сидоров. События. Самарские школьники уйдут на каникулы вовремя. На этой неделе все областные школы перешли на дистанционный режим обучения. Это поможет не отстать от учебной программы. Как налажен режим дистанционного обучения на примере медико-технического лицея увидела Мария Левина. Тетрадь стоит писать, которую потом задать будет. Так педагоги поясняют детям, как выполнять работы в новом режиме. Из-за карантина все школы области перешли на дистанционную форму обучения. При этом учебный процесс не пострадал. Любая какая-то нестандартная ситуация позволяет нам обучаться и, соответственно, осваивать новые технологии. И эта ситуация дистанционного обучения позволяет освоить эти новые технологии. В принципе, мы владели технологиями и скайпа, и общения по социальным сетям через мессенджеры. А учителя здесь, получив какие-то рекомендации от администрации лицея, соответственно, освоив эту технологию, совершенствуются в ней. И качество, я думаю, не пострадает. Итак, у нас с вами сегодня Конституция. У нас с вами сегодня первая глава. Людмила Пешкова в педагогике 30 лет. На ее практике уже было общение с учениками через интернет. Однако сейчас, когда технологией становится все совершеннее день ото дня, приходится все время учиться и ей. Но и с этим сложностей не возникает. Учитель разработала программу урока, записала видео с теорией и вопросами по ней. После просмотра ученики должны выполнить все задания. Далее совместное обсуждение в режиме онлайн-чата. У меня устный предмет. Он требует разъяснения некоторых вещей. Сейчас мы здесь работаем по праву на Конституции, работаем на документе. И поэтому, например, мы взяли первую главу Конституции. Я ее по главам конкретно, по статьям им прокомментировала и составила задание. Мы совершенствуемся. Это такой уровень. Шаг вперед. Дистанционная форма не уступает поддисциплине очному обучению. Контролируется и посещение, и успеваемость. Отставания от учебной программы нет, поэтому и на весенние каникулы самарские школьники уйдут вовремя. Учебный процесс у нас не прерывается. Учебный план будет выполнен в полностью, в 100% объеме. У нас также сохраняется и форма, и тестирование, изучение нового материала, и защита проектов. Учебный процесс не прерывается. Он только перейден на другую форму учения. Всего в Самаре 145 тысяч школьников городской департамент образования мониторит учебные процессы во всех школах и лицеях. Дистанционно проходят занятия в кружках и секциях, где это возможно. Учреждения дополнительного образования тоже осваивают обучение онлайн. Мария Левина, Николай Епифанов, События. Украшать Самару цветами начнут после 20 апреля. В теплицах муниципального предприятия «Спецаремстройзеленхоз» агрономы подготовили более миллиона саженцев. Все они украсят город во время месячника по благоустройству. Какие новинки появятся на улицах Самары, расскажет Лариса Шалафаст. Бегонии, петунии, тагетисы, герань и еще больше 40 видов растений. В теплице муниципального предприятия «Спецаремстройзеленхоз» все готово к предстоящему украшению города. Этим летом на улицах, в парках и скверах появятся новые сорта. Например, петунии теперь будут представлены в яркой цветовой гамме с более крупными цветками. Обновят уже полюбившиеся горожанам каскадные топиарные фигуры с живыми растениями. Особое внимание уделят украшению города в преддверии празднования 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. В городе установят 15 новых ландшафтных скульптур. Они будут символизировать эту памятную дату и будут установлены непосредственно к 9 мая. Это будут и георгиевские ленты, это будут сферы с нанесенными датами и соответствующей символикой. И они будут установлены на городских улицах, то есть это улица Победа, Ленинградская и улица Матогвардейская. Сейчас в теплице подготовительные работы в разгаре. Аномально теплая зима на растениях никак не сказалось, рассказывают специалисты. Все семена заготовили еще осенью и цветов точно хватит. В плане на этот год высадить больше миллиона растений. Этот год немножко у нас такой, что без солнца мы были, вот солнечные дни в марте появились. Но мы начинаем посеивать с декабря месяца и ведем в это в сроки агротехнические с промежутками. Высадят также березы, липы, каштаны, ели и сосны. Горожане уже ждут, когда Самара оденется в цветочное убранство и сами готовы поучаствовать в наведении чистоты в период месячника по благоустройству. У меня перед домом всегда растут цветы, которые сажаю я. И сейчас даже рассада на подоконнике растет. Ну, в принципе, в том году город был хорошо украшен. Но, надеемся, в этом году так же будет. Украшать городские улицы, парки и скверы начнут после 20 апреля. Первыми жителей города порадуют тюльпаны. Планируется, что к 9 мая высадят уже порядка 5000 квадратных метров цветов. Также в теплицах есть запас растений, чтобы украсить территории, которые были комплексно благоустроены в прошлом году по национальному проекту «Жилье и городская среда». Специалисты подчеркивают, за всеми растениями и после высадки будут тщательно ухаживать, чтобы цветы радовали самарцев как можно дольше. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. А город подумал, учения идут. В четверг ровно в 10 утра самарцы услышали оповещение о чрезвычайном происшествии. Тренировочное включение сирены стало главным этапом проверки региональной системы централизованного оповещения. Олег Зверев узнавал детали. Проводится комплексная проверка регионально-автоматизированной системы централизованного оповещения Самарской области. Это плановая ежегодная проверка. Для службы спасения тренировочное включение сирены – стратегически важное мероприятие. На случай чрезвычайной ситуации или военной угрозы – это самый эффективный способ оповестить граждан. Ровно в 10 утра сирена сработала во всех городах и районах Самарской области. Одновременно сработали более 500 динамиков. Это тренировочное включение, но на случай реальной угрозы МЧС предупреждает, что бежать и поднимать панику не надо. Достаточно включить любое средство связи – телевизор, радиоприемник или смартфон, где на любом информационном канале будет дана подробная инструкция, что произошло и что делать дальше. Звучание сирены было слышно по всей Самаре и по области. Сигнал «Внимание всем!» Правильный ответ – со стороны граждан просто настроиться на информационную волну. По итогам проверки региональная автоматизированная система централизованного оповещения показала свою работоспособность. Что касается конкретных результатов данной проверки, то в течение месяца они будут обобщены с всех муниципальных образований и представлены губернатором Самарской области на утверждение. Проверочный сигнал звучал около трех минут, после чего начался завершающий этап тренировки. Олег Зверев, Николай Сидоров, события. Самарцы активно голосуют за присвоение статуса «Город трудовой доблести». Ветеранские, молодежные и другие общественные организации города обратились к главе Самары Елене Лапушкиной с просьбой поддержать инициативу. Подробнее в следующем сюжете. Самарцы активно голосуют за присвоение Самаре статуса «Город трудовой доблести». Уже превышен рубеж в 116 тысяч подписей. При этом работа продолжается. Планируют собрать более 300. Общественные организации Самарской области, лидеры общественного мнения и рядовые жители надеются, что Самара уже 1 мая в числе первых получит почетный статус. Город Самара, такие вот миниципальные районы, Кисаглинский, Кошкинский, Крастормейский, Шинкалинский. Настолько добросовестно и прекрасно отнеслись вот к этому мероприятию, это очень-очень здорово. Тесно взаимодействовали на местах подбора всех подписей. По-другому просто поступить нельзя. Помимо Самары на статус «Город трудовой доблести» претендует 30 городов. Среди них Нижний Новгород, Пермь, Саранск, Казань и другие. Идею присвоить городам новое звание озвучил президент России Владимир Путин в середине декабря. Теперь каждый претендент на звание должен доказать, что его жители внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне и обеспечили бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях. Основанием для присвоения могут стать награды для заводов, вручения переходящих красных знамен от Госкомитета обороны СССР, награды работников за трудовые подвиги или подтвержденные факты героизма жителей города. В годы Великой Отечественной Самара носила статус Куйбышев «Запасная столица». Глава Самары Елена Лапушкина поддержала инициативу жителей. Я благодарю за ту инициативу, которую вы выдвинули. Мы все с вами живем, работаем в этом городе. Мы знаем его историю. Я совершенно точно убеждена, что наш город достойным одним из первых получить это высокое звание. Это не только дать памяти нашим с вами ветеранам. Это, конечно, и огромный такой воспитательный момент для подрастающего поколения. Надо сохранять это, надо об этом постоянно говорить. И если, а я убеждена, что оно будет нам присвоено, это высокое звание, это будет еще одна века в нашей истории. Благодарю вас за эту инициативу. Глава Самары Елена Лапушкина в ближайшее время обратится к правительству Самарской области и в Самарскую губернскую думу с предложением поддержать инициативу и в последующем передать предложение жителей президенту Владимиру Путину. Елена Малютина, Николай Сидоров. События. В Самарском зоопарке новые удивительные обитатели. Посетители успели увидеть их до карантина. Это ушастые фазаны. Название этих курообразных происходит от древневосточного города Фазис. По легенде, именно оттуда гранавты привезли птиц в Грецию. Позже ареал их обитания стал шире. Сегодня это в основном азиатские страны. Теперь несколько разновидностей этих птиц поселилось в Самарском зоопарке. Ушастые фазаны стали юбилейным, десятым видом в коллекции. С новыми жителями познакомилась Мария Левина. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. По этой фразе ни одно поколение людей учили цвета радуги. Это не случайно. Фазан – это яркая и колоритная птица. Каждый вид – это что-то прекрасное. В коллекции Самарского зоопарка их уже 10. Птицы, естественная среда обитания которых Китай, Вьетнам и Англия, уже привыкли к вольерам Самарского зоопарка и чувствуют себя комфортно. Новым жителям молодой паре ушастых фазанов только предстоит здесь обжиться. Своим забавным названием птицы обязаны перьям. Хохолки у них и на голове напоминают уши. Такой вид появился эволюционно. Яркий окрас нужен для привлечения самок. Чем они интересны? Тем, что зимуют они в больших группах фазанов. Это, скорее всего, связано с тем, что легко от хищника защититься, легче ситуацию под контролем держать. Но когда наступает время отклада яиц, то есть брачный период начинается, они разбиваются на пары, что достаточно редко у корообразных. Они в основном семьями живут, петух и несколько курочек. Эти в основном на пары разбираются и выводят птенцов. Живут такие особи в скалистой местности в Монголии. Но к климату неприхотливы. Благодаря пуху могут выдержать холод. Питаются насекомыми, семенами растений и ягодами. В среднем продолжительность жизни этого вида 15 лет. Птицы занесены в Красную книгу. Это десятый вид фазанов, который у нас есть. Все они у нас выставлены в помещение к галереи. И сюда можно будет прийти и полюбоваться разнообразием корообразных птиц. Имена новым жителям зоопарка пока не дали. Сначала хотят изучить их характер. Впрочем, и так известно, что птицы довольно агрессивны. Поэтому работники зоопарка закрепили на клювах фазанов так называемые очки. Они ограничивают обзор. Птицы не видят других обитателей и не вяжутся с ними в драку. За ними будут наблюдать и позже, когда птицы привыкнут к новому месту, очки снимут. Мария Левина, Николай Епифанов. События. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. И хороших вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова